Корниктис сордикус, что означает мерзкая мясная ласка, является подобным червю-существом, которое обитало на дне расселин острого черепа. Корчащийся змеевидный хищник, живущий в теплой грязи, которая распласталась по всей глубине расселин. Корниктисы питаются мертвыми или ранеными животными. Они медленно, но неустанно ищут пищу. Корниктисы не имеют глаз. Тело находится в своеобразной мягкой раковине наподобие мешка, из которой червь вылезает, почувствовав движение. По краям отверстия раковины имеются чувствительные волоски, напоминающие иголки. Корниктис почти несомненно является самым отвратительным животным на острове черепа. Корниктис – это хищник, который является потомком доисторических ленточных червей, внутренних паразитов крупных динозавров. Очевидно, какой-то крупный носитель таких червей, вероятно, вастатозавр, однажды упал в расселину, и черви приспособились к затемненной и влажной среде обитания, эволюционировав впоследствии в более чем трехметровых гигантов. Корниктисы обычно дремлют в самых темных участках расселин и просыпаются, когда их чувствительные волоски почувствовали колебания на дне пропасти. Способ питания у корниктиса уникален, как и он сам. Розовый червь с зубами, расположенными снаружи около ротового отверстия, которыми он вгрызался в плоть и начинал поглощать. Оторвать его от плоти практически невозможно. Обычно в одной расселине обитает около 10 корниктисов, которые лежат в грязи. Эта группа работает слаженно, чтобы совладать с еще живой или крупной жертвой. Яйца корниктисов могли долгое время лежать, пережидая неблагоприятные условия для существования. Обитали они обычно во влажных местах, обязательно в грязной стоячей воде. Небольшая сухость приводила к смерти животного. Как и другим жителям расселин, корниктисам не нравится свет. Взрослые корниктисы являются промежуточными хозяинами для личинок арахносцидисов или паучьих когтей. Корниктисы о фильме особенно запомнились своим лакомством в виде кока-лампи. Он стал последним погибшим участником спасательного отряда. Корниктис является плоским или круглым червем. По сути, также является хищником и одновременно падальщиком. Длину достигал от 2,1 до 4,3 метра. Весил при этом от 100 до 150 килограмм и обитал в расселенных и пещерах острова Черепа. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании.